На самом деле, условия этого не дорога никого пугает. Это достаточно простая вещь. Это значит, надо соответствовать неким требованиям. В данном случае, то, что мы делаем, оно состоит из трех составляющих. Есть подвижной состав, транспортное средство, есть эстакада, это дорога, есть инфраструктура, станция, вокзалы, терминалы. Строительные объекты не сертифицируются. Ни один мост не сертифицируется. Ни одно здание не сертифицируется. Там проходит экспертиза и сдается в эксплуатацию, подписав акты ввода, когда эксперты убедятся, что все нормально. Там только надо использовать сертифицированные материалы. Допустим, арматура, естественно, у нас она сертифицирована. Бетон, естественно, тоже сертифицирован. То есть элементы должны сертифицировать, и мы их используем. По действующим нормативам, они международные, мы делаем для всего мира, а не для Беларуси, подвижной состав не всегда нужно сертифицировать. Можно объявить о том, что оно соответствует требованиям, и этого достаточно. Но мы, естественно, не просто будем объявлять, и мы уже эту работу ведем сейчас, а будем через определенные структуры показывать, что мы соответствуем требованиям подвижного состава. В данном случае мы попадаем под определение трамвая. Стальные колеса движутся по основному лицу. Это разновидность трамвая. И поэтому мы будем сертифицировать по нормативам трамвая и использовать на более жесткие нормативы разных стран. Организация Белоруссии, США, ЕС, России, Белоруссии, ну, ряда других стран. И с каждого, с требований каждой страны мы берем самое жесткое требование. И что касается сертификации? Ну, для того, чтобы войти в транспортное средство, нужно зайти в дверь. Естественно, в дверь должна заехать инвалидная коляска. Потому, естественно, дверь не может быть уже 900 миллиметров. У нас дверь 1200 миллиметров. И, наверное, мы пройдем сертификацию по этому показателю. Для того, чтобы зайти в дверь, надо зайти комфортно. Не стукнуться головой там, да, вверх проема. И поэтому, допустим, для таких вот транспортных средств высота двери требуемая. 1800 миллиметров. А у нас будет 2000 миллиметров. Наверное, мы сетилицы. Например, одно из требований внутри салона должен быть не горючий материал. Естественно, кто-то может закурить или бросить там, чтобы что-то загорится. Тем более, на высоте. Ну, естественно, мы будем использовать не горючий материал. Причем не то, что трудно воспламеняемый, а вообще не горючий. Металлы, ну и так далее. И, ну, допустим, по шуму. Естественно, не должно быть там шум больше 80 дБ. Ну, это достаточно серьезный шум. А у нас большее тяло дБ. Двадцать, это, равенство 20 дБ, это не на 20%. Это равенство в сотни раз, там, в логографическом зависимости. Так. Ну, можно назвать еще другие показатели. Их много, и мы знаем эти показатели. Поэтому мы сертифицируем в любой стране без проблем. И мы эту работу ведем. У нас даже есть служба по сертификации. Эта работа ведется. АПЛОДИСМЕНТЫ